дорогие друзья и дорогие трейдеры всех приветствую с вами федором рауфи и сегодня у нас очередной обзор рынков сегодня конечно же мы попробовали отвечать на некоторые комментарии которые были еще до на предыдущих эфирах по поводу китайского рынка по того что что делать инвесторам которые сейчас в китайском китайских китайском фоновой фоновом рынке в акциях и лежат все еще их держит и так далее этот вопрос ответим попросили по поводу биткоина эфириума чтобы разобрать тоже надеюсь успеем это сделать поэтому посмотрите до конца в целом начинаем с экономического календаря посмотрим что происходит на фондовом рынке что с инфляцией в сша какие в целом важные новости и что же этот рынков конечно же мы посмотрим что можно посмотреть внутри дня с разными активами на форекс и и также на акции то есть на фоновом рынке переходим сразу же календарю и посмотрим что нас ожидает сегодня в течение дня сегодня в течение дня конечно некоторые из важные новости уже были уже вышли и эти новости были связаны с рынком британии как мы видим в великобритании уж вышла и как мы видим по цифрам она позитивно и по новостям тоже кстати об этом говорили что они позитивные вышли посмотрим сейчас на графике usd gbp usd фунт доллар посмотрим что там кстати что нас ожидает в ближайшее время сегодня в течение дня 3.30 по москве 2 2 релиза число привычных заявок на получение пособия по безработице по безработице то есть уровень безработицы сша прогнозы говорят что она идет на снижение обращайте внимание снижение очень умеренное но она помогает относительно фондовому рынку и есть еще один прогноз по поводу фондового рынка до октября как о котором тоже мы сегодня расскажем посмотрим что за прогноз индекс цен производителей инфляционный тоже кстати релиз который сегодня будет и как мы видим снижение вчерашние инфляционные релизы которые были и вышли из сша относительно тоже показали якобы продолжение роста но тут немножко были конечно момент когда ты начнешь немножко еще начать доверять главы фаре сша человеку который говорит что ну как бы инфляцию уже она временная она пройдет причем потому что они этот рост инфляции который было вчера в релизах она была очень-очень умеренной очень умеренной и видно что есть какой-то темп снижение его это тоже кстати может ставить под вопрос повышение ставки ближайшее время всем связан прогноз сегодняшний по фондовому рынку которые вам покажу и в общем на сегодня все это все релизы которые нас ожидают единственное что ночью выйдет релиз с австрии по рынку труда так друзья задерживаться не будем особо ориентируемся на фунт и на доллар и посмотрим какие дальнейшие всплески какие они могут быть на графике единственное что перед этим я разберу несколько новостей которые сегодня увидел только что имейте ввиду что модерна биотеч и несколько еще акции которые были связаны с биотехнологии сша производители вакцины так далее не выросли недавно на основе некоторых позитивных новостей но снова начали падать причем потому что есть сомнения по поводу того как они будут действовать против во первых мутации во вторых как они будут действовать с такими побочными эффектами которые есть по поводу инфляции кстати рассказал вроде он растет но очень умеренно уже показывает что довольно умеренно ну да то есть эта инфляция которая по факту короткосрочная была вчера релизы по поводу инфляции сша но все равно это относительно обнадеживает что скорее всего фрс может еще не увеличить процент ставки федрезерва поэтому и вероятность просто в дальнейшего роста фондового рынка об этом говорится всем бисе присутствует существует до 8 процентов и поскольку говорится что сша может на самом деле до октября не ужесточать монетарную политику поэтому вот это все мы имеем ввиду и переходим к тому о чем обещали говорить только что отталкиваясь от американского рынка smp 500 савчера движение консолидация продолжается и рамки на которых мы обозначили цена дальних вложений дошли консолидация все еще продолжается накопление энергии на фондовом рынке сша есть пока еще намекает на то что вероятность нисходящего импульса тут существует и тут же можно отталкиваться от этого и говорит по поводу вероятность восходящего импульса индекса доллара сэши а который здесь у нас тоже консолидация находится но тут есть накопление с восходящим с вероятность восходящего импульса то есть он присутствует он существует нужно отталкиваться дальше по форекс парам пройдемся но первую очередь посмотрим что на китайском рынке что можно делать смотрите обращайте внимание по поводу китая до акции продолжает расти смотрите на графике вот недавний спад который произошел из-за давления которые оказали власть из китая под давление как бы компаний и в целом это опять же дело за целью того что национализировать весь фондовый рынок китая это началось еще во время ковида во время распространения коронавируса это этого им удалось сделать но этот тренд задал задал конечно же британия со своим брекситом и как вы помните трамп тоже хотел что-то вроде этого делать сша но уже не получится как мы видим вот этот рост на самом деле существует присутствует и есть ставить ли на него какие-либо ставки обращайте внимание на то что есть новость о том что говорит что сам юань укрепляется на основном почве по спада доллара о чем тут речь о том что средние сроки в итоге скорее всего по завершению спада на фондовом рынке сша это имеется ввиду коррекционного да вот этого маленького который мы говорим который возможно вариант не будет это просто импульсивно какой-то резкий спад в одной свечи скорее всего до 440 приблизительно либо чуть ниже расхождение на 50-дневной и самая 50-дневная и мады двухсотдневных жарко там говорит и случае если такое будет имеется ввиду восходящий импульс доллара до локальных максимумов но в дальнейшем скорее всего фонд фондовый рынок сша продолжит свой рост что это значит что доллар будет под давлением скорее всего говорит ли об этом какие-либо технические индикаторы на какие-либо техническая картина на индексы доллара как мы видим в белизе доллар по факту может отбиваться скоро от этих уровней смотрите вот это уровень тут есть и она вот и тоже тестировалась и вот здесь тоже она в случае если бы даже восходящий импульс она может его ретестнуть это восходящий импульс как раз может стать сигналом ретеста важного уровня именно вас большим импульсом который в итоге завершается последующим спадом поэтому технически есть об этом вероятно такая вероятность и конечно на этом юань может дальше себя расти и смотрим что там происходит с индексом доллар юань китайская валюта с обратной корреляцией фонд с фондовым рынком китая китая имеет то есть имеет обратную корреляцию юань с фондовым рынком китай и поэтому случае если такая ситуация будет по доллару до конца недели и он на самом деле по итогам завершения восходящего импульса которым которым которому предполагаем начнет падать то юань может расти и китайский рынок китайские индексы тоже могут корректироваться еще ниже пойти если кстати по китайским индексом тут какой-либо уровень тут есть этот уровень но цена над ней находится вот здесь проходит зеркальный уровень может тестироваться можете сервис но нужно быть осторожным чтобы цена под ней не закрепилась это у нас шангхай композит шэнжэн шэнжэн композит в основные фондовые индексы китая тут уже относительно тот уровень смотрится видно его вот здесь то есть четырнадцать тысяч пятьсот приблизительно или же шестьсот ориентировочно да она смотрится она есть поэтому коррекция может случиться и она может дойти до туда зависимо от того если юань продолжит роста своего на почве спада доллара который произойдет в случае если мы говорим о дальнейшем росте фондового рынка сша и дальше есть еще один набор 50 лучших компаний под тикером а 50 вот который тоже показывает что у него потенциал дальнейшего снижения есть да и своего рода линия тренда которая ну она довольно такая слабо она прорвана по факту здесь и поддержки я не знаю исторические тутиз какие-то отметки к сожалению не показывают ничего общественно дневнику перейдем относительно зеркальная историческая тут то поддержка который сейчас тестируется 15400 и исходя из того что она зеркальная та же ситуация можно сказать что и на шэнжэн композит и на шанка композит поэтому имейте ввиду вот такие вот дела скорее всего могут пойти по трубам китайских акций к тому же еще не забываем что фундаментальный фактор давление дальнейшего давления китайского властей на фондовый рынок не исключен да они недавно где-то неделю назад заявили что мы ужесточение убираем чуть-чуть уже идем на смягчение вот этой политики но все равно коварная политика китая нельзя ему доверять поэтому это тоже имейте ввиду целом история так и показывается переходим к нашим любимым парам форекс паром и кстати в случае если еще какие-то активы есть которые вас интересуют целом о них расскажите их опишите в комментариях под видео которые вас интересуют это может быть связано с акциями европы с акциями сша с акциями китая это может быть связано с форексом это может быть связано с криптовалютой кстати по поводу криптовалюты у нас у меня собственно идут обзоры регулярно на криптокартели туда можно даже заглянуть но в целом случае есть этот вариант этого обзора вам нравится не забудьте обязательно подпишитесь под наш канал герчи конка и ставьте лайки и конечно же самое главное это ваш фидбэк и те вопросы которые у вас есть случае есть и они есть обязательно задавайте пишите это в комментариях не забудьте пожалуйста и по поводу активов которые я возможно не разбираю или же о них мало говорю о них тоже можете писать чтобы я никто же их включил в разбор своих как говорится вот анализа да sm500 должен в течение дня показывает на вероятность коррекции то есть у них есть вероятность такой малейшей коррекции но как импульсивнее это произойдет так и лучше с точки зрения быков с точки зрения если вы в покупках как импульсивный этот спад произойдет ближайший время так и лучше но конечно же его диапазон тут видно то есть деда джонса 35200 35200 это слишком много даже 35300 пусть он ретестнется импульсивно если этого не будет если он начнет притормаживаться расширяться например да вот сейчас вверху рынка если начнет там пробивать еще максимум а потом начинает расширяться в расширящуюся формацию создавать и снова снижаться то это может быть не очень хорошо но если импульсивно ретест сейчас произойдет и нисходящий импульс по рынку фондовому сша и восходящий импульс по индексу доллара вот сейчас вот который кстати накопление на него указывает что как минимум какой-то ложный пробой здесь может очередной раз произойти как минимум восходящий импульс который за которым скорее всего может продолжаться очень сильно умеренный такой рост под давлением сильным давлением но в целом это все связано с политикой фрс и с тем что есть сомнения что инфляция все-таки не такая уже может уже может оказаться временной кто его знает то есть вчерашние релизы это показание относительно опять же это всем как бы релизы фондовый рынок в один момент совсем не связанные вещи с фондовым рынком могут изменить лицо наши наших графиков всего лишь в один момент так что все нужно учитывать здесь не можно все учитывать просто устроим свою систему на основе риск менеджмента и не будем переживать никаких там резких движения на рынке дальше евро и gbp евро юсдей джипе юсдей что со вчера произошло цена кстати отбилась от нисходящей от нижней границы канала как мы видим вчера мы об этом говорили а цена все-таки отбилась 111760 даже до его ретеста не дошло но вероятность продолжение все еще и есть единственно что если цена не пойдет ниже поддержки которые есть то есть 117 20 давайте возьмем 117 отметка которая является историческим минимумом да здесь она повторяется если к нему не будет поджатие произойти то это хорошо 2 евро это как раз совпадает с нашим среднесрочным прогнозом о том что доллар под давлением фонда рынок растет и соответственно евро и gbp австралийц новозеландец тоже будут расти целом среднесроки а там краткосроки если смотреть то тут можно в рамках этого боковика евро и разбирать 117 60 1770 и при ложном пробое 117 60 1750 как раз можно будет скорее всего уже подумать о шортах по поводу gbp ситуация приблизительно такая же тут линия тренда кстати и точно также цена вчера отбилась от нижней границы линии от нижней границы нисходящего канала импульс сильный после импульса идет консолидация поэтому мы не можем сказать что это признак снижения нужно дождаться ложного пробоя очередного скорее всего и это произойдет случае есть доллар будет падать но доллар в целом подавлением он может сегодня делать восходящий импульс как мы видели по графику поэтому оставьте обязательно место для евро для gbp место для снижения 1.3840 неплохо неплохая отметка для того чтобы обозначить как потенциальным коррекционным таким местечком да если мы быки евро франк о котором кстати вчера разбирали по просьбе наших друзей которые писали нам комментируют нам в ютюбе под видео как раз она и продлила свой рост именно до той отметки который мы обозначали возможно это просто психологический либо же ну я просто взял 1 0 8 20 скорее всего 8 30 до 1 20 8 30 вот тут кривая немножко пугает до сих пор меня пугает поэтому я не знаю честно говоря франк и иена они в целом защитные активы если золото растет они могут тоже не расти в их росте в их нем росте никто не заинтересован когда они добираются до своих максимумов их тампит сам банк швейцарский японский поэтому нужно обращать на это внимание а буду евро на почве до роста доллара она может как бы до 6 но все равно вот это тут это вот это кривой он немножко пугает диапазон как конечно же для коррекции мы берем как по фибоначчи в случае есть ли это возможно если это невозможно то просто сможем найти на исторические макс на исторические уровни в первую очередь а потом уже по фибоначчи берем как бы середину золотую до всего импульса 1 0 8 1 0 7 8 78 пусть и диапазон будет коррекционный диапазон месяц она отобьется от него то это хороший сыгран с не отобьется том дальше цена пойдет вниз но вероятность этого снижения не такой же века австралийцы новозеландец как мы видим тоже похоже на относительно похожая ситуация с фунтом с евро на единственно что они немножко сильнее смотрятся они не они выше все-таки некоторых некоторых отметок то есть выше некоторого уровня который тут стать или еще раз проверяется здесь но 73 73 62 и в случае если доллар будет импульсивно расти то возможно скорее всего мы выйдем тут откат просадку она будет коррекционная скорее всего но 73 40 для новозеландца это был для это был для австралийцы для новозеландца психологическая отметка рядом тут вот этот вот это вот это вот этот паттерн клин нисходящий возле вершины это продолжение роста то есть в данном случае по поводу отката новозеландца я не знаю взялся зачастую она кстати смотрится сильнее чем австралийцы поэтому по поводу отката австралийца хоть как-то еще можно говорить но это тоже отметку взял чересчур большую то есть возможно она будет гораздо меньше то есть откатиться вниз но в целом для новозеландца этот диапазон меньше но 70 20 давайте золото красиво кстати отбивается от того уровня которое мы говорили то есть та поддержка которая мы говорили которую золото не будет пробивать по определенным причинам не пробивает и котировки сейчас просто консолидируется возле локального максимума здесь то что нужно посмотреть что будет дальше мне кажется что дальше тоже может вверх подниматься еще на ситуации с вакцинации во всем мире жест кач все хотят успеть успеть а с другой стороны организации предупреждают о побочных эффектов ну как то так то есть по поводу золота негативно него смотреть к сожалению пока еще невозможно особенно исходя из того что и техническая картина не похожа на ту единственное что вот 1760 должна вот ретеснуться конкретно хорошо то есть она должна подниматься на дни если тут расширяющейся формации произойдет фракталы большие тени сверху свечей то это нехороший признак это значит что она может развернуться и тут болтаться еще время и ситуация с биткойна была точно похожа в течение прошлого месяца что она болталась болталась и болталась но дальше конечно но это та же самая ситуация может не в россии и евро джей пиво друзья ситуация похожа единственное что у нас по времени очень мало осталось нефть 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 со вчера отбилась от линии тренда на земли не тренда кстати очень сильная была она его ретестнула отбилась вниз и поднялась над ней это тоже очень хорошо для нефти очень плохо для доллара в общем перерасилки есть накопление энергии к просадкам будет скорее всего минимальной над эти линии тренда просадка сказать будет минимальная и в случае сябут импульсивно это просто супер для беков конечно и с декад при росте при дальнейшем росте фунта труд с трудом будет расти импульсивный рост скорее всего будут произойти на почве роста доллара кстати по нефти несмотря на то что разочаровывающие релизы по увеличению продолжения нефти по увеличению добычи нефти несмотря на это нефть растет причем потому что доллар вот поэтому на это нужно обращать внимание если доллар совершить восходящий импульс то тут по поводу доллара канадца и нефть если будет еще болтаться внизу отметки которые сейчас под которой сейчас 69 60 то вероятность восходящего импульса ближайшего есть но если будет он импульсом то это очень хорошо в том плане что прогнозы будут более-менее среднесрочными то есть мы ждем отбоя вот этого линии трендов от 125 40 приблизительно и симпульсивно это произойдет очень классно можно будет шерстить дальше и поводу биткойна повода фирма спрашивали не забудьте у нас на картеле тоже бывают обзоры по крипте можете посмотреть описание все есть на наших сайтах под этом видео есть описание много и в целом можно это все посмотреть и увидеть по поводу биткоина коррекция о котором кстати вчера говорили он произошел единственное что все равно сильно смотрится и фильм тоже сильно смотрится несмотря на то что откат был цена не поджимается к верхней границе канала а идет вдоль него это нехороший признак это значит она может развернуться такие если он развернулась вниз то есть есть когда цена поджимается к линии тренда есть когда к границам да неважно а есть когда она идет вдоль не поднимается над отметками важными то есть либо же на длине не поднимается это нехорошо признак разворот но все равно сильно смотрится 3000 давайте 63 тысячи сорок пусть будет это максимально это просто ужас если это произойдет 3000 3000 в общем психологическая отметка его ретест но он малый вариант в целом есть вероятность что цена может умеренно начинать снова падать то есть вот этот импульс уже был цена может умеренно просто приближаться к этой теми двум отметкам снова отбиваться вверх нужно посмотреть можно этот откат еще продолжится вот таким образом и пойдет сюда это линии тренда но это было все очень аккуратно потому что фон по крипте он не негативно уже давно новостной расхождение тут 50-дневной бескользящей средней и 200 дневной сильная довольно но они уже приблизительно сходятся то есть они дальше не решаются не идут в эту дивергенцию но дивергенция между максимумами и максимумами rsi существует поэтому дальнейший откат нужно и на него то что прям полагаться но нужно о нем не забыть что он может случиться 44 43 тысячи 43 тысячи 45 47 это целевой уровень по крипу биткоин не забывайте друзья спасибо что посмотрели это дефилит изменить что опять долго надеюсь вам понравился если понравился обязательно лаките это видео поделитесь и не забывайте подпишитесь на наш канал если не подписались еще если вам нравятся эти форматы у нас есть много много разных других форматов на гречке конку тут же у нас и александр махалыч выступает уже у нас и сергей заботкин и виктор макеев выступают кстати с которыми вы можете выиграть консультацию ближайшее время помощью акции летной жиры тоже об этом не забудьте можете об этом информацию найти в канале и также на нашем главном сайте до завтра всем хорошей дороги пока пока